Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот я тут в несколько непривычном статусе. В общем, я изначально не собирался делать доклад, поскольку, да, вот один докладчик из Новосибирска не приехал. Меня дорогие организаторы попросили все-таки выступить. Ну, в общем, я выступлю. Я не знаю, насколько это похоже на аналитическую философию и вообще на что-то похоже. Ну, вот про что была песня, про это я и спою. Ну, собственно говоря, да, в каком-то смысле докладик немного историко-философский. Может быть, у кого-то возникнут какие-то интересные ассоциации по этому поводу. Вот. Значит, я хотел бы сказать, что, ну, вот изначально темой моего исследования была философия Парменида. И то, что вот в первой части доклада излагается, это, ну, попытка представить ее каким-то образом в внятном виде. Ну, не всю, вот только какую-то очень маленькую такую небольшую частичку, вот, которая обычно называется вывод в поэме Парменида «Единство сущего». Вот. Ну, что это такое, если кто не знает, вообще, вот все эти рассуждения, они, конечно, по-честному-то говоря, сопряжены с гигантской дозой убойной всякой филологии. Вот. Поэтому я это попытаюсь каким-то образом пропустить. Ну, вот что для него «Единство сущего»? Там есть две трактовки, не две, а много трактовок. Либо в мире существует только один объект, ну, нумерическое «Единство», да, «Единство по числу», мы об этом говорим, так, начиная с Аристотеля. Либо объектов много, но каждая из них обладает каким-то внутренним «Единством». Вот, ну, там нет никаких различий в нем и так далее. Ну, и вот куча разных гибридных трактовок. Да, вот здесь какие-то цитаты приведены, не то чтобы они удобно понятны, просто понятнее-то нету ничего. Что уж, ну, хотя бы, хотя бы вот слово есть. Ну, вот кто знает, вот может убедиться, что вот как бы да, вот единое или одно, связанное, связанное непрерывно еще переводим, да, то есть, в общем, греческая концепция непрерывности с этим словом, с плотным примыканием друг к другу связана. Еще термин «совершенство» будет использован «совершенное или завершенное» и так далее. Ну, вот, в общем, какие-то текстуальные свидетельства о том, что Параменид действительно говорил о единстве сущего, они есть. Ну, есть, ничего тут не поделаешь. А тут это раскрывается, если кому нравится через неделимость, то вот здесь действительно говорится о его неделимости. В общем, какие-то свидетельства есть. Другое дело, что там выводится и как выводится, потому что понятно, что на реконструирование доказательства достаточно сложно. Вот, ну, люди занимаются этим уже не одну тысячу лет и не две тысячи лет. Вот, пересказывать – это совершенно бесподобное занятие такое. Вот, но, тем не менее, я очень кратко попытался вот эту историю уместить вот в этот слайд. Ну, не всю, конечно. Ну, то есть вот есть интерпретация, так называемая стандартная интерпретация Александра Мурилатеса, которая в основном с этим связана. Вот. Значит, я не собираюсь ее там как-то развивать и критиковать. И вот, в общем, я просто показываю какое-то современное состояние дел, потом дальше говорю, что оно вот какое-то оно, ну, какое-то оно такое. В общем, оно не любит парменида, и предлагаю вот что-то свое собственное. Поэтому в это во всем можно сильно не вникать, но тем не менее, что здесь есть какие-то попытки понять, что вообще происходит. если сущее, мы доказываем тезис, что сущее одно по числу и не имеет различий между своими частями и так далее, или нет различий между двумя разными свойствами. Вот это как бы доказываемый тезис. Ну, вот в такой, в обычной интерпретации. Когда я говорю про обычную интерпретацию, я вру. Их много. Ну, вот просто нужно было что-то представить. Вот. Значит, а почему? Почему это происходит? Ну, потому что вот такого рода предложение немыслимо. Ну, наверное. По крайней мере, люди так говорят. Вот. Это немыслимость откуда-то выводится. Откуда выводится? Ну, это, наверное, тезис весьма знаменитый. Он и правда знаменитый. Его все знают. Вот. Либо выводится из этого тезиса, что несущее немыслимым, либо из предложения такого вида немыслица. Ну, в принципе, дальше я скажу о том, что этот вывод отягощен разного рода недостатками. Ну, в общем, необязательно тут, наверное, сильно вчитываться, для того, чтобы понять, что недостатков здесь полно. Вот. Значит, первое, то, что здесь написано, да, это просто смешение там по-разному, называется, капулятивного и экзистенциального смысла есть. Ну, то есть, если вы говорите, что А не есть Б, вы тем самым подозреваете, А не есть. В смысле А не существует. Ну, все, занавес. Вот. Ну, просто вот так вот считается. Ну, и другие недостатки, значит, здесь тоже присутствуют. Вот. Ну, существует много разных авторов, да, тут не в тех перечисленных, конечно же, которые пытаются вот этот тезис обосновать. Ну, никакого хорошего обоснования, собственно говоря, не получается. Ну, в первом случае, да, да, говоря, часто там говорят о том, что, ну, вот, там, значит, есть эта связка в определениях. Там человек есть двуногая бесперия, вот в этом смысле есть. Вот, поэтому там в правой части не должно быть ничего отрицательного и так далее. Ну, в общем, ужасное заужение употребления есть даже в виде связки. Потом говорится о том, что променить сторонник такой теории, в которой имена собственные и нарицательные не различаются, поэтому нельзя ставить отрицание вообще никуда, потому что там, скажем, Игорь, сказать Игорь – это нормально, а сказать не Игорь – это бред какой-то. Вот, ну, если не Игорь рассматривать как имя. Вот, ну, и так далее. В общем, здесь есть недостатки. Вот, и теперь я предлагаю некоторую свою интерпретацию. Вот, а все, что было до того, это просто, ну, чтобы вы не подумали, что вот это я просто так из пальца высосал, да? Ну, то есть я, конечно, не высосал это из пальца, но у меня был мотив. То есть все предыдущие авторы не сильно-то как-то любили Параменида. Ну, и вот, в общем, я так вот, ну, вот что-то такое вот написал. Вот, а значит, ну, тут мы имеем нечто вроде доказательства. Вот, это, несомненно, роднит все это с аналитической философией. Вот, ну, и интересно также, а также приятно, что доказательства в сущности не длинные. Из двух посылок, в общем, делается некоторый вывод. Совершенно банальным образом он делается. Формально, в принципе-то, достаточно корректным способом он делается. Другое дело, что вы видите здесь какие-то ссылки на тексты. Вот, а другое дело, что, как бы это помягче сказать, подтвердить текстами поэмы Параменида можно все что угодно. Вот, поэтому, ну, вот, сам дискурс и обсуждение релевантные приведенные фрагменты в качестве доказательства или нерелевантные, они, в принципе, у нас уведут в бесконечность, а помыслить бесконечность нельзя по интерпретации Морелатеса. Так что мы не будем здесь сосредотачиваться, будем говорить о том, что вот такой вот у него вывод. Конституенты внутреннего объекта мышления у Параменида неразличимы. Здесь я должен сделать вывод и напомнить о том, что все прошлые товарищи, которые не совсем товарищи, вот, значит, они, они, где-то я тут, в общем, написал, ладно, не буду искать, о том, что в прошлых интерпретациях сущая у Параменида, то и он, интерпретировалась исключительно как, ну, реально существующий объект. Да, вот эта интерпретация, она альтернативная. Ну, то есть, есть пара человек, наверное, в том числе Джон Баррингтон, которые действительно интерпретируют сущая у Параменида как ментальный объект. Во всех остальных случаях это реальный объект. Вот это первое, что нужно сделать. И второе, здесь, в общем, используется холизм. Всякого рода холистическое допущение и так далее. Ну, вторая посылка здесь приведена для полноты, для того, чтобы понять, что мы начинаем с доказательства единства сущего. Дальше я ее не использую, потому что дальше я хочу показать, что у других философов, у других философов тоже используется в совершенно разных контекстах вот это холистическое допущение. и оно используется для другой цели, чем Параменидам, для их собственной цели. Никто, кроме Параменида, ничего подобного, вот такого вывода и использования этой посылки нет у других. Но у них есть что-то подобное этой, и что, в общем, в каком-то смысле интересно. Это встраивает Параменида в традицию людей, которые обсуждают проблемы, связанные с холизмом и так далее. В этом смысле это интересно, если так можно выразиться. Ну, поехали дальше. Мы говорим о том, что здесь рассматривается холистическое допущение для внутреннего объекта мышления. Ну, то есть вот у вас есть мысль, и все, что вы мыслите, все конституенты, вот если вы мыслите какой-то единый объект, любой объект, пропозиция, не знаю, в ментальном смысле, все что угодно, вот все конституенты очень тесно друг с другом связаны, настолько переплетены, что не могут существовать без другого и, соответственно, не могут мыслиться друг без друга. Ну, вот что, собственно, здесь и написано. Есть холистическое допущение для внутреннего объекта мышления, которое является частным случаем холистического допущения просто. Ну, и мы можем написать разного рода формулировки этого допущения, которые просто вот поясняют эту мысль. В принципе, ничего тут такого особо сложного нету. Ну, в современной философии, в общем, я думаю, достаточно известно, когда спорят относительно холизма, авторов, которые этим занимаются, заставляют признать принцип нестабильности, а принцип нестабильности – это какой-то вот ужас, что вот если вы это сведете, то это уже все хорошо, вы победили. Вот, ну, и поэтому этот принцип выражает, скажем так, максимально радикальную разновидность холизма. Вот я его, собственно говоря, и написал. Думаю, здесь тоже все более-менее понятно. Больше мы к этому возвращаться не будем. Просто хочу сказать, что у последующих философов мы будем рассматривать их тезисы как удовлетворяющие, собственно говоря, этому принципу. При этом удовлетворять они будут в чем схожесть с параменидом? В том, что одним из конституент сложного объекта будет, ну вот, что-то ментальное, какой-то ментальный объект. Вот об этом идет речь. Вот, ну, дальше есть чисто типа филологическое доказательство, которое, конечно же, никакое не доказательство, но, тем не менее, почему я говорю об ментальных объектах у параменида и о том, в каком смысле у него можно увидеть холистическое допущение. Как вы понимаете, ну, для того, чтобы это разглядеть в тексте, нужно, ну, в общем, очень внимательно вглядываться и много чего вчитываться. Ну, просто все интерпретации параменида, которые хотят что-то явное про него сказать, этим грешат. Вот, ну, дальше поехали. Значит, здесь я утверждаю, что это допущение признается параменидом именно в этой формулировке. Ну, и, в общем, далее я говорю о том, как теорию параменида я, что, значит, подверстываю под ту формулу, которая говорится в конституентах там и так далее. Да, что в данном случае для параменида конституенты? Ну, то есть какие-то ментальные объекты, их характеристики, отношения и так далее. Ну, вот, и то, что здесь написано, это какой-то такой частный случай, ну, с ослаблением еще той формулы, которая была ранее приведена. Ну, вот, в общем, с параменидом все. Дальше мы можем пройтись по многим разным философам. Среди философов прекрасное место занимает, разумеется, протагор, потому что его изречение о том, что человек есть мера всех вещей существующих, поскольку они существуют и не существующих, поскольку они не существуют, в общем, прекрасно по своей такой смутности и лаконичности, поэтому может допускать любую интерпретацию. Ну, вот здесь приведена одна из интерпретаций, когда протагор рассматривается именно как сторонник холизма, а не как релятивизма истины, что, в общем, имеет место обычно, да? Вот об этом идет речь. Холизм убеждений, который я протагору здесь приписываю сильнее, потому что никто не может, получается, помыслить то же самое, что и кто-то другой, а при релятивизме мы просто говорим, что мы должны указывать, кто мыслит предложение, типа пропозицию, выраженную предложением «снег бел», мы должны указывать субъекта. Вот, в принципе, может оказаться так, что и Вася мыслит, что снег бел, и Петя мыслит, что снег бел. Для холистической позиции это неприемлемо. Если разные субъекты, то они мыслят разные. Вот. Повторяю, значит, родство с параменидом не в том, что протагор и параменид, там, близнецы-братья доказывали одно и то же, а в том, что и там, и там используется холистическое допущение. Второй по ссылке у протагора и у последующих философов нет. О критерии торжества идет речь. Вот. Ну и дальше я просто прогуливаюсь по следующим философам с целью продемонстрировать, что у них тоже можно обнаружить холистический тезис. Все эти тезисы разные, используются в разных, ну, для разных целей. Многие, ну, и ни одна из этих целей не похожа на цели параменида. Ну, вот, то есть, допустим, у Горги никто не мыслит то же самое, что и кто-то другой, тоже можно, этот тезис тоже можно рассматривать как холистическое допущение. Да. То есть, если агент, если две конституенты целого различны, да, что-то там, если у целых, хотя, если целые отличаются хотя бы одной конституентой, то они отличаются всеми, да, все конституенты их различны. Вот это все вариации на эту тему. Вот такие конституенты, собственно говоря, у Горги. Можно там много чего сделать. Дальше мы переходим к сексту-эмпирику. Ну, там в принципе у нас там еще есть и Платон немножко, но просто уже этих холистических допущений в истории философии, как меня сильно удивило, можно много у кого найти, и в принципе это достаточно утомительное занятие их находить и перечислять. Хотелось бы чего-то и поинтереснее, но интерес в данном случае, что секст-эмпирика, как всем прекрасно известно, пытается перейти к далеко идущим эпистемологическим положениям, то есть доказать невозможность познания и того, и все, что с этим связано. Вот. Значит, у него есть несколько рассуждений похожи на этих смысл, которых в общем сводится к тому, что если человек убежден в каком-то рассуждении и пытается его доказать другому человеку, а тот в этом сомневается, то вот это рассуждение или доказательство, как тут написано, первого человека для второго человека недоступно. Но это как раз и означает холистический тезис. То есть у них инвестициональные акты различных типов, и это собственно частный случай той формулы, которая здесь была написана. Ну и вот про акты различных типов здесь тоже собственно провозглашается. об этом писал и секст эмпирик, и Платон в Таотете много об этом писал. Ментальные акты у них у всех различны. Вот. Ну последний тезис, третий у секста эмпирика, он просто показывает такое целое, как доказательство. никто его мыслит, речь о том, а доказательство с его конституентами. Ну то есть понятно, что там есть посылки какие-то за доказательства и заключение. Посылка, которая мыслится сама по себе, это одно. Посылка в рамках доказательства это другое. Ну потому что если мы, потому что мы следуем к холистическому допущению, они соответственно являются различными. Да. Вот. Поэтому если вы действительно так строго к этому ко всему подходите, то вы не можете не передать никому какое-то знание, о чем Горги постоянно писал, собственно говоря, убедить кого-нибудь в чем-нибудь, если он до этого в этом не убежден. Ну а если убежден, то поскольку он другой человек, все равно в чем-то другом убежден, да, в скобках добавлю. Вот. Ну, значит, ага, последний слайд. Ну здесь, так сказать, что это такое, с чем это едят и почему это может представлять интерес. Дело в том, что, насколько я понимаю, у всех перечисленных авторов здесь возникает желание каким-то образом точно определить какой-то объект. В данном случае что-то связанное с ментальным объектом. То есть применить достаточно тонкую идентификацию того, что рассматривается как конституенты некоторого целого. из этого мы получаем настолько, в общем, эта идентификация настолько тонкая, что она ведет нас к холистическому тезису, в результате чего мы можем получить некоторые выводы, которые, в принципе, не являются желательными для нас. Ну, вот на этом я, собственно говоря, и заканчиваю. Спасибо. Продолжение следует...